Доктор, у меня проблемы. Я люблю старые BMW. Сегодня мы говорим о самой страшной болезни, которую вы можете подцепить на улицах нашего города. Покупка старого BMW. Почему очень важно говорить про эту болезнь? Потому что многие не осознают опасности. Многие не понимают, во что они ввязываются, подписывая договор купли-продажи. Потому что многим кажется, что это же старая BMW, от них же все тащатся, они же очень клевые. У всех крутых блогеров, у всех крутых журналистов, у всех есть старая BMW. Куплю-ка и я. Так вот, сегодня мы расскажем, чего это стоит. И расскажу я это на своем личном примере. Я купил старый BMW X3. Однажды я уже пытался зайти в эту воду. Тогда еще не было YouTube, на драйве есть моя старая статья, где я рассказываю про то, как я купил старый Mercedes E-класса V211. Очень они мне нравились и в какой-то момент подвернулся, вроде бы неплохой, и я решил его купить. Это была катастрофа. Это была машина за 350 тысяч рублей. И в течение двух месяцев ее стоимость увеличилась до 700 тысяч рублей. В тот же самый момент мои друзья купили себе новый Kia Rio, тоже за 700 тысяч рублей. И вот два месяца спустя, когда цены наших автомобилей сравнялись, но у них был новый Rio, а у меня было все еще старое говно гнилое, ржавое. Я понял, что это путь в никуда и навсегда, просто навсегда зарекся не покупать. Никогда, ни при каких условиях. Даже вот если ногу будут отрезать, не покупать старые машины. Нет их в Москве. Может быть где-то в Германии они еще попадаются. В России нет, нельзя старые машины, им здесь плохо, они здесь умирают. Одни трупаки. Хочешь не связываться с этой ерундой, просто не покупай себе старую машину. Между прочим, именно так вот, именно этой парадигме решил следовать Владимир, который тоже быстро понял. Он тоже пытался купить себе старые BMW. Быстро понял, что это, продал его, купил себе новую машину. Теперь кайфует. Так вот, если я зарекся не покупать себе никогда старые BMW, чего же я в нее вляпался? Я очень люблю этот кузов. Обожаю. Это лучшее, что выпускала BMW. Без всяких преувеличений. Вот кто-то от 46-х тащится, кто-то от 39-х. Я тащусь от E83. Это офигенная, потрясающая, бесподобная машина. Только одна проблема. Они были такими, когда были трехлетками. Вот то, что я пригонял из Германии, оно было офигенное и божественное. Все, что сейчас продается в 2020 году, нельзя это брать. Это все устало, оно умерло, сдохло. Все, там ничего не осталось. Это уже больше не BMW. Так почему же я обвязался? Великое проведение. Судьба, как мне показалось, в тот момент. Просто как-то раз зазвонил телефон, старый контакт определился. Человек на том конце провода сказал. Здравствуйте, Кирилл. Вы, наверное, меня не помните, но 10 лет назад вы привозили мне BMW X3 из Германии. Сейчас эта машина в том же самом состоянии, в каком вы мне ее привезли. То есть, как новая. Потому что привез я ее с пробегом 40 тысяч километров. Она вот абсолютно вся идеальная, ухоженная, обслуженная. Я ее продаю. И вот не хотите ли вы на нее взглянуть? Может быть, вам будет интересно. Вот в этот момент я почему-то подумал, что это судьба. Как круто! 10 лет спустя после вот я привез машину, привез человеку. И этот человек ее обратно мне отдает. Как круто! Это же судьба! А как круто для YouTube! Как круто для подбора! Я буду ездить на том, что 10 лет назад сам подобрал в Германии. Крутяк! Я покажу, что вот старые BMW. Это крепкая, надежная техника. Ничем не хуже Toyota. Вот, пожалуйста. Ну, судьба. Ну, все. Вот просто вот знак свыше. Надо брать. Тем более, я же всегда мечтал о BMW X3 первого поколения. Приехал, посмотрел, ну, это старая машина. У нее были определенные недостатки, но в целом она была в миллиард раз лучше всего того, что продается. Плюс она действительно была из-под первого хозяина, плюс даже сохранилась красная книжечка от номеров, где действительно мое имя. Что вот я лично перевозил эту машину. Машина была прогрета. Вот всегда, когда мне удавалось ее посмотреть, она была прогретая. Не дымила, особо не воняла. Самое главное, мотор сильно трясло, но мне казалось, что это всего лишь опора двигателя. Нужно поменять опора. Мотор был сухой более-менее, снизу вся сухая. Плюс на машину была вся подробнейшая история обслуживания с первого дня. Огромная типа бумага, что ее каждое время, вот все время регулярно обслуживали. Вот, одним словом, я купился, взял машину и, собственно, после того, как я в первое утро завел ее на холодную сам, я поехал в сервис. Машине остро была нужна новая цепь. Известная болячка N47. Вытягивается цепь, слетают фазы газораспределения. Разумеется, цепь была прикончена наглухо. И понять дальше, что было с мотором не так, было невозможно, потому что нужно было начать с цепи. Сразу скажу, это болезненная процедура. Прежде всего, болезненна она по деньгам. Это минимум 100 тысяч рублей. Дорогие запчасти и очень дорогая работа, потому что цепь, по гениальному разумению инженеров BMW, разместили сзади двигателя. То есть, чтобы ее поменять, нужно снимать мотор, скидывать коробку, снимать мотор. Но я знал, на что шел. N47 многократно удостаивался титула «Лучший двигатель года». Это действительно потрясающий мотор. Я был готов потратить на него 100 тысяч рублей на новую цепочку. Машина заехала, ее подняли на подъемник, скинули коробку. И в этот момент я понял, как же жестко я встрял. На бублике коробки, на гидротрансформаторе было то ли мелом, то ли замазкой написано слово «Вася». Или «Петя», или «Миша». Ну, собственно, не имеет значения, уже не помню, что там было написано. В общем, было понятно одно. Этой машине жопа. Начали потихоньку ремонтировать. Поменяли цепочку, поменяли сразу же все сальники, раз уж мотор-коробка скинута. Поменяли все опоры, разобрали впуск, потому что ты ничего не можешь сделать. Во впуске 100% будет говно, 100% будут отложения нагар. Просто ложкой загребали нагар из впуска. Я сразу извиняюсь, не будет особо видеоряда, картинок, еще чего-то, потому что машина начала ломаться так быстро, что я просто охренел, я не успел даже фотографировать ее. Она просто сразу же, я даже телефон не успел в руки взять, она уже оказалась в сервисе. Поэтому фоток этой истории будет мало, будете слушать мой противный гуслой голос. Первый раз ее собрали. Машине стало полегче, но мотор все равно болезненный. Его все равно потряхивало. То есть, ну, он теперь уже не трясся в конвульсиях, он уже мог ехать, он уже чем-то напоминал N47. N47, но он все равно был очень болезненный. Естественно, машина ни на что не жаловалась, диагностика показывала полностью полный порядок, все параметры в рабочих значениях, все хорошо, но мотор болезненный. Дальше начались мелкие болячки любой старой машины, конкретно X3. Я просто ездил, я не понимал, но неужели вот люди ездили и не замечали, что у них такая жопа? Первонапример, началась зима, пара не замерзает. Каждый раз, когда пользуешься незамерзайкой, омывателем стекла, в салоне начинает дико вонять незамерзайкой. Неужели этого было незаметно? Очень, кстати, обнаружилось, что не работает обогрев сидений. А уже было холодно, без обогрева было грустно. И скотская штука на X3 не диагностируется почему-то в обрыв нити обогрева сидений. Плюс у машины были базовые кресла, а базовые кресла в X3 отвратительнейшие, кошмарные. Их сжечь, это просто адская мука. У меня дико болят от них ноги, поэтому я нашел себе бэушный салон. Вот он, собственно, который вот вы видите. Это вот бэушный салон. Мне очень хотелось с этой кожей. И, кстати, вот заметьте, видите, у меня вот так вот подголовничек делает. Это именно рестовый. То есть здесь все по фэншую, того же года, какого надо кресла. Вот, единственное, вот вставочки не нашел, поэтому до сих пор езжу со вставочками вот такими уродскими. Поменял салон. У меня появился подогрев кресел. У меня появились кресла, от которых у меня не болят ноги. И самое главное, в тот момент, когда я менял кресло, я поднял ковры. Идите, у меня здесь болото. Просто держу коврик в руках. Посмотрите, что творится. Все, просто вся незамерзайка, все давление, которое на омыватель фар идет, оно все херачит сюда, в салон. Предыдущий хозяин вот так и ездил. Ребята, это надо видеть. Это пипец. Я снял решеточку, и вот отсюда водичка хлынула. Я просто сейчас, наверное, хуй буду полным. Я не представляю, что там будет, но там будет кец полный. Короче, BMW, твою мать! Нахрена вы сделали там разъем? Сука! Так, я пошел за губкой и ведром. Это просто утопленник нахрен. А-а-а! А-а-а! Какого хрена? Я не за губкой, я пошел, наверное, за дрелью и буду просверливать тут кингстоны. Господа, если у вас не работает задний дворник, задняя омывайка на X3 старом ешке, не тупите, откручивайте кресло, снимайте обивку и поправляйте. Иначе вот вы в таком говне будете ездить, и самое жопа, что вот это все сюда льется, не когда вы пользуетесь задним дворником, оно льется сюда всегда. То есть каждый раз, как вы пользуетесь омывателем лобового стекла, сюда добавляется порция омывайки. Нащупал виновника потопа. Блин, пока самая большая печаль, что ее 25 раз, пока ты ковыряешь, задел динамик. Что-то, мне кажется, будет у меня все хрипеть. Вот. Вот он соскочил. Вот разъемчик, и вот с него болевает там. Короче, мега удобно все это расположено. Смотрите, как с него приятно течет. А вы не посмотрите, какой тут запах. То есть они вот сделали разъем вот в этом месте. И давлением его вышибает. Ну, ну скажите, красавцы. Одно радует, что вот здесь течет вода. И слава богу, здесь нет никакой силовой проводки. Слава богу, здесь нет никаких разъемов. Блядь, у меня опять тут все плавает. Никаких проводов. Здесь вообще нет ничего электрического. Здесь нечему ломаться. Вот, если это все затопит. Здесь нет никаких проводов. То есть все вот это вот, оно течет, но это все безопасно. Следующая вещь, которой я тоже удивлялся. Неужели человек этого не замечал? Фары не светят. Х3, который я помню, который я привозил из Германии свежими, у них был охеренный свет. Это был лучший свет, который вообще можно было получить у автопроизводителей. Просто вот день. Ты едешь, и перед тобой день. А здесь фары ничего не светят. Что за фигня? Причем, предыдущий сотрудник сказал, что у него фары воровали. И поэтому сейчас на машине стоят свежие фары. И фары действительно выглядят свежо. Они не затертые, не замыленные, не выгоревшие. Почему они не светят? Скидываем бампер, заглядываем в фары. Потому что там стоят китайские лампочки. Это же гениально. Машина оснащена пакетом эффективной динамики. У нее жалюзи спереди. Радиатор закрывает жалюзи. Когда ставили фары, ну как бы фары на Х3 разбираются только при условии снятия бампера. Те, кто делал эту работу, не захотели снимать бампер. Дело в том, что в принципе фара становится одна проблема. Она с одной стороны упирается в разъем вот как раз этих жалюзи. Что сделали люди? Они просто взяли и отсоединили разъем. Просто чтобы фару поставить раком не так, как вот ее нужно ставить по уму. А вот чтобы раком получилось поставить фару, они отсоединили разъем от жалюзи. И жалюзи всегда закрыты. И человек просто все это время спокойно ездил, пользовался автомобилем. Ну, а на риск вскипятить мотор, вроде как можно и положить. Подумаешь, мотор перегреется. Фигня какая. Следующая вещь, от которой я тоже удивлялся, это тоже полячка Х3. Я удивлялся, неужели ее не замечают. Раздолбанный механизм дворников. Разбивается втулка, дворники когда работают, адски стучат, адски скрипят. Возможно, кто-то, кто помнит наши первые выпуски, когда у меня только появилась эта машина, на вторую это были. Там есть моменты, где дворники адово стучат. Мы реально, чтобы съемки не прекращались, приходилось выключать дворники, ехать по приборам. Потому что невозможно было, не то что ездить вообще ничего невозможно. Мыслей собственных не было слышно, как работали дворники. Ладно, все это сделали. Становилось холоднее, и мотор начинал все хуже заводиться на холодную. Точнее, ну как, заводиться-то он заводился вообще без проблем. А вот дальше работал очень неустойчиво. Пока не прогреется, у него дико плавали холостые обороны. Но они даже не плавали, а машина просто тупо пыталась заглохнуть. Диагностика ничего не дает. Ну, что, придется. Приходится разбираться как бы опытным путем. Разбираем, смотрим. Замерили давление в рампе. Все окей. Прочистили весь впуск. Еще раз сняли впуск. Заменили в нем все заслоночки. Потому что какие-то заслоночки были уже разрушены. При этом экология частично на машине была. Осажевый фильтр был выбит, но EGR и заслонки еще были на месте. Смотрели, смотрели это. Ничего нет. Собрали, как бы все исправно. Собираем назад. Все равно обороты плавают. Плюс еще одна штука, которая тоже сразу же выскочила на холодную. Рядом с машиной невозможно было стоять. Воняло соляркой так, что ого-го. Я приезжал к Владимиру. Он говорит, вот оставляю ему там на улице. Нечего вот эту вот вонючку коптилку сюда завозить. Разбирали впуск. Смотрели свечи. Диагностировали. Меняли датчики. Меняли датчики давления топлива в рампе. Каждый раз, когда ты вот вкладываешь очередные там 10-15 тысяч рублей, становится капельку лучше, но проблема не уходит. Вот поменял еще что-то на 15 тысяч рублей, стало чуть лучше, но проблема осталась. Еще на 15 тысяч поменял что-то, стало лучше, но проблема осталась. В итоге так мы действовали, пока на моторе не поменяли практически все. Ему стало сильно лучше, но все равно не то, болезненный. Последнее место, куда мне хотелось залезать, это были форсунки. Мне не очень нравится относить себя к душнилам. Мне хочется вот быть человеком великодушным, щедрым, который не жалеет денег на обслуживание. Но, блин, форсунки на N47 так ошеломительно дорого стоят, что даже я вот тут вот зажопился. Поэтому я до последнего не лез в форсунки, потому что боялся их менять. Потому что цена одной форсунки может доходить до 40 тысяч рублей одной. Но в итоге просто все остальное поменяли, осталось только форсы. Достаем форсунки, отправляем их на стенд и, аллилуйя, с форсунками полный порядок. Им сделали профилактику, почистили сеточки, почистили распылители. Но форсунки полностью рабочие, все значения показывают как надо, все хорошо. Проблема не в форсунках, мотор болезненный. После этого выкидываем всю экологию и отшиваем так, как положено. Поскольку сажевый фильтр уже был удален предыдущим владельцам, как бы сильно бороться за экологию смысла не было. После того, как выкинули EGR, наконец, стало почти нормально. Но почти. Очень близко вот к тому, что нужно, но не совсем то. Вот, тут уже стало лето, тепло. Ну, а лето, тепло, жара. И, в общем-то, все вот эти дизельные штуковины, которые на холодную проявляются, они ушли. Мотор всегда горячий, прогретый. Соответственно, когда он горячий, прогретый, он о себе вообще никак не дает знать. С ним все идеально. Поэтому на какое-то время эта проблема ушла. Давай, давай, гоняться. Все, давай. Все, коробку спорт перевел. Я тебя дерну. Все, я тебя дерну. Ты приехал уже. Я поздно на газ нажал. Вот, зараза, как он уходит-то от меня. Обидно. Блин, сука. Восемь ступеней валят. Восемь. Да. Блин, ну, короче. Один и тот же мотор, один и тот же вес. Но, блин, шестерка сосет, конечно, против 8 HP. Зато с жарой пришла другая проблема. Пинки, какие-то явные трансмиссионные пинки при долгом толкании в пробке. 9 месяцев эксплуатации и второй раз за 9 месяцев скидываем коробку. Но BMW делает вещи. Блин, люблю, люблю эту машину. Я прям кайфую. Зато вот я всегда знаю, что вот коробка откручивается, что она не прикипела. Ну, это приятно. Посмотрели валы приводные. Нормально. Посмотрели кардан. Нормально. Посмотрели все муфты. Нормально. Подвесы. Нормально. Ну, что делать? Раздатка. Больше ничего не остается. Отвезли раздатку в ремонт. Поставили обратно. Разумеется, толчки остались. Зато они ушли, когда я просто снял разноширокую резину, оставил ее в гараже и поставил обычную. В этот момент все вылечилось. Честно, ковырять дальше мне было лень. Это, я понимаю, это не совсем правильный полход, но уже поймите меня, уже стоимость вложений в старый кусок говна на тот момент уже были запредельными. Ковырять дальше мне просто не хотелось. К тому же машина продолжала требовать деньги. За год я сжег непонятно каким раком два комплекта дисков тормозных и колодок. Это было ненормально. Рассказываю. После машин, которые вот есть в 2018, 2019, 2020 году, пересесть на старый BMW, это глоток свежего воздуха. Какие же охрененные тормоза. Какие же они понятные. Какие же они точные. Какие же они нормальные. И я вот пересел в старую машину. Я честно скажу, я кайфовал от всего. Она была очень больная, но я кайфовал, потому что это действительно был глоток свежего воздуха. И одной из самых главных составляющих кайфа были тормоза. Насколько они классные и настоящие. Но температурный режим был странный. Я не настолько активно езжу, чтобы тормоза у меня постоянно горели. В итоге, когда выкинули уже второй синий комплект дисков, который вот в общем-то только-только поставили на машину, решили разобраться с суппортами. Внешне они были нормальными, визуально нормально, но как бы очевидно, что с ними что-то не так. Поэтому пришлось снимать все тормоза в круг, обслуживать, перебирать, менять направляющие, менять резинки. И вуаля. Тормоза перестали гореть. И, кстати, заодно выяснилось, что до этого тормозов, оказывается, у машины не было вообще. Тут наступила следующая зима. Честно говоря, надежды были такие довольно позитивные, потому что, ну, к концу теплого сезона мне казалось, что моя машина уже практически в идеале. Но наступили холода, опять вернулись плавающие обороты на холодную. А самое главное, непонятно с чего, просто один раз однажды я подошел к машине, а она как бы померла. В ней вообще не осталось никакого электричества. Тут, наверное, стоит упомянуть, что в машине было наколхожено так много всего. Вот, например, вот эта вот адская штуковина. Это все колхозинка, то есть просто его здесь тонны, еще не все удалось выгрести. Были наколхожены какие-то замки противоугонные, какие-то страшные сигнализации, которые были раком поставлены и не работали. Какие-то блютуз-адаптеры, ауксы, еще какая-то хиромантия. И все это было установлено так плохо, на таких поганых скрутках, что, в принципе, внезапный разряд, он сразу же как-то показал на то, что это какой-то колхоз. Было пару блочков, на которые я грешил. Я их со злостью выдрал, поставил новый аккумулятор и вуаля, вроде бы машина ожила. Не разряжается, все ездит, все в порядке. Но я продолжаю ездить. Через три дня история с разрядом практически повторяется. К ней добавилась непонятная ошибка по свечам накала. Многие из вас думают, что свечи накала в дизеле нужны только для пуска, и то для пуска для холодного. Нет, во всех современных дизелях, которые уже начиная с евро 4 и выше, свечи накала полноценно участвуют в процессе воспламенения. Они практически как на бензине. И без свечек N47 вообще не хочет ездить. Это была адская муха. Мне нужно было доехать, то есть машина заводилась, просто была ошибка по накалу, и она даже, ну, как-то вот начинала ехать. До сервиса было реально километров пять, и я решил, что доеду их своим ходом. Я думал, я останусь без блока. Я думал, у меня просто блок взорвется нафиг. Потому что езда без свечей выглядит так. Ты нажимаешь на газ, практически ничего не происходит. Еле-еле обороты возрастают, тяги нету. А спустя две секунды из-под капота реальный взрыв. Просто взрыв. Обороты взлетают, упираются в красную зону. Ты же в комнату летишь. И вот в таком темпе, к сожалению, едешь. Честно, я думал, прикончил мотор в тот момент, но все обошлось. Так или иначе, машина доехала до сервиса, и в этот раз в сервисе она поселилась больше, чем на месяц. Было решено найти причину разряда. А найти ее было невозможно. Как обычно, диагностикой ничего не отбивается. Все значения в норме. Все параметры полностью рабочие. Началась очень кропотливая работа, за которую я безумно благодарен авторевизору реставрации. Это правда профессионалы. Они просто реально добили, домучили эту машину. Потому что желающих реально, по крайней мере в Москве, возиться со старым говном и выяснять, куда у нее уходит электричество, нету вообще этого мучения. Потому что, чтобы это выяснить, тебе нужно перебрать всю машину заново. И именно это сделали с моей машиной. Ее просто всю, планомерно разбирали. Меняли какие-то элементы проводки, какие-то датчики, какие-то кусочки на новые. И смотрели, уйдет, не уйдет. Спустя две недели вот такой вот работы, опять совершенно внезапно, непонятно как, просто дело случая. Выяснилось, что иногда, рандомно, в какой-то непонятно какой момент, может внезапно включаться подогрев топливного фильтра, который моментально высаживает весь аккумулятор. За управление подогревом топливного фильтра отвечают мозги. Ну вот блок управления двигателем. Полезли посмотреть блок управления двигателем. Там был сплошной пенициллинг. Вообще все, там уже ничего не было, непонятно как двигатель работал. Казалось бы, не проблема, но просто возьми новые мозги, купи и кайфуй. Но нет, это же старое говно. Не происходят уже новые мозги. Нельзя найти мозги именно те, которые были нужны мне. И еще раз низкий поклон авторевизора из реставрации. Это супер профессионалы. Нашли нужные мозги, отшили их на мою версию, поставили. И вот в этот момент я наконец обрел лучший двигатель года. N47 во всей своей красе. Вот только в этот момент, когда он вообще весь стал новым, включая новые мозги, он наконец поехал так, как надо. Полностью ушла вибрация. Полностью ушел противный, болезненный, трясущийся вот какой-то звук и состояние. Вот кладешь руки на коробку и на руль, и ты не можешь определить, работает у тебя двигатель или нет. Реакция на газ, сказать, что она стала божественной, это вообще ничего не сказать. Просто продолжение мыслей. Тяга, мотор как будто из 2 литров превратился в 5 литров. Это просто космос. Я вот выехал из сервиса и тут же выхватил штраф за скорость 180. Я даже не знал, что она вообще до такой скорости разгоняться может. Она просто вот так вот пульнул, у меня рот открылся, а там уже оказывается давно была вот такая вот фантастика. Но чтобы этой фантастики добиться, пришлось все вообще, все в моторе перебрать. Фактически собрать его заново. Вы думаете, на этом закончилась проблема? Нет, это только то, что я помню, или то, что вот я успеваю рассказать, чтобы ролик не стал бесконечно длинным. Недавно у меня отвалился демпфер крутильных колебаний, потому что был установлен не мной. Был установлен не оригинал, и он рванул без каких-либо предупреждений, свистов, тресков, трещин и прочего. Просто я завелся, у меня нет гидравлики. Стал тяжелым руль. Я открыл капот. А вот вторая часть. Что-то камрюшу захотелось. Естественно, у меня стучит панорама. Я вообще даже не знал, что панорама может на X3 дуть. Это же какая-то катастрофа. Как можно доводить машины до такого состояния? В X3 охрененная шумоизоляция. Неужели вот не хотелось побороться? Но в итоге я тоже пока еще не успеваю с этим побороться, потому что нужно просто поменять копеечные направляющие. Но я просто не успеваю всем этим заняться, как вот и белой обивкой на двери. Я ненавижу этот руль. Это самый уродский руль, который только есть в мире. Очень хочу поменять на спортруль. Я просто не успеваю. Разумеется, у меня несколько раз выдавляло прокладку из стакана масляного фильтра. И из-под машины появлялись позорные капли масла. Ну вот это тоже болячка N47. Разумеется, вся подвеска обновлена. Но подвеску я уж не трогаю. Это расходники. Единственное место, к которому у меня нет нареканий, это коробка передач. Вот она о себе никак не заявляла. Хотя нет. Нет, заявила. Когда только взял машину, где-то через пару недель после этого, просто поутру поехал, без каких-либо резких разгонов чего-либо, еду, бац, загорается шестереночка. И чувствую, начинаю очень сильно, там, коробка в аварию попала. Коробка в аварию падает. До этого была пробуксовка. Останавливаюсь, заглушаю двигатель, завожу заново. Ошибка проходит, коробка едет, как ни в чем не бывало. Спросил у ребят в сервисе. Говорю, что делать? Он говорит, а, фигня, езди дальше. Ну вот, собственно, два года уже прошло. Этого случая не повторялось. Коробка в идеале. Ужасающая история. Я думаю, что ревсоводы сейчас прям вздрачнули. Может быть, некоторые даже по 2-3 раза успели. Вот какой кайф. А у нас-то Toyota. Да, да, да. Toyota не ломается. Да. Поймите, ребят. Машина вот эта вот. Вот это все, все вот это перечисленное. По сути, она не ломалась. То есть, по сути, вот во всей этой истории единственная поломка была. Реальная поломка. Это с разрядом, когда просто сгнил блок управления двигателем, и машина действительно поломалась, разрядилась, стала. Все остальное – это просто обслуга. Цепь – это обслуга. Впускной коллектор – обслуга. Восстанавливать экологию – это обслуга. Даже, по сути, мозги, сгнившие мозги. Но это даже не поломка, это просто время. Просто машины в Москве гниют. 10 лет для машины в Москве – это много. То есть, машина не ломалась. Я мог бы ничего в нее вот этого всего не вкладывать, не тратить, ну, за исключением цепи. И, собственно, ездить дальше. Просто проблема в том, что это было не BMW. Я их помню не такими. На мне вот, у меня, на мне лежит гигантское проклятие. Я помню, какими эти машины были, когда они были свежими. И то, что вот сейчас ездит по дорогам – это не BMW. Чтобы она стала заново BMW, вам ее реально нужно собрать заново. Хотя, повторюсь, то, что вы купите, будет исправно, и оно будет ездить и возить в вашу жопу. И, возможно, если вы никогда не ездили на BMW, вам будет очень даже норт. В чем главная эта засада? Если вы собираете BMW заново, то как бы по цене вы получаете, ну, как бы новую BMW. Эту машину я взял за 650 тысяч рублей. Ни много, ни мало, просто вот, ну, тупо вот серединка. Сейчас она стоит, ну, вот просто если вот просуммировать без потери времени, просто по одним запчастям, где-то там миллион двести, наверное, вот у меня. Дальше я просто, мое сознание перестало считать, оно меня бережет, чтобы мне совсем плохо не стало. Просто вот когда цифра преодолела миллион двести, я перестал считать, сколько мне обошлась эта машина. Внизу, в описании, ссылка на автору. Там лежат цены на все предложения по BMW X3 в следующем кузове. И если вы откроете эту ссылочку на автору, то вы увидите, что за эту цену можно взять не просто следующий кузов, а, черт побери, рестайл следующего кузова. И вот в этот момент ты начинаешь думать, блин, если я все равно в итоге как бы получаю цену нового BMW, а нахрена мне старая-то BMW? Потому что по факту-то это все равно остается старая BMW. То есть у меня получается старый кусок говна по цене нового BMW. Вот что такое купить BMW с пробегом. Вот во что вы собираетесь ввязаться. На поддержание на ходу старого BMW нужно очень много денег. Ну просто очень много денег. Ошеломительно много денег. В ней все. Не тешьте себя надеждами. Она не будет спасена. В ней все придется менять. Не подумайте, я не какой-то оголтелый фанат BMW. Я не езжу на BMW, потому что мне по дресс-коду положено ездить на BMW, или потому что BMW как BMW. Я люблю BMW по объективным причинам. Мне нравится, как они едут, как они выглядят, как они звучат, как они пахнут, и то, что они дают. И причем это относится только к старым BMW. Нет ни одной новой BMW, о которой я мечтаю. Поэтому я люблю BMW за вполне объективные вещи. И из-за того, что я не могу найти альтернативу этим машинам в 2020 году, мне все равно ничего не остается. Мне приходится любить старые BMW. Но, блин, посчитав все расходы на этот автомобиль, даже я дал слабину. Я открыл Автору, чтобы посмотреть, за сколько можно это продать. Ну и, разумеется, все закончилось тем, что я купил еще одну такую же машину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!